Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклоха Макфлай. Я сегодня приехал на Блошиный рынок, осень на дворе. Мне кажется, уже один из последних рынков этого года. Может, уже на следующей неделе холодно будет, так что надо походить, посмотреть, когда еще получится такое снять. Что-нибудь интересное поищем, хочу себе часы какие-нибудь присмотреть. В общем, давайте смотреть. Ну, уже меньше, меньше продавцов, на самом деле. Хотя, туда много кто ушел. Кто-то на полу, кто-то на прилавках. И потихонечку произведем, что называется, осмотр здесь. Значки и знаки. 200, 300, 500 рублей. Все это дело стоит. Но это надо быть специалистом или прям увлекаться. Мне как-то в последнее время не очень интересно. Чувствия забавляет. Кумангирские. По 300, 500 рублей тоже продают. Вы, если хотите бесплатно отстать, я вам за деньги даю. Вы еще торгуете. Вы же хотели бесплатно. Тут вот люди торгуют себе. 320. Нет, 350 за 30 рублей торг идет. Так, 100 рублей штучка стоит. Солдат, да, современный. 200, дайте вам мелочи. Вот это прикольная штука. А, тоже какой-то новодел. Я думал, что это древнее может быть. Книжки не очень интересное дело. Хотя, не знаю, кто-то тоже собирает. Пластинки, друзья. У меня не так давно был обзор пластинок на канале. Да, вот, 200-300 рублей. Хлам, хлам. Я все свои пластинки собрал в кучу и отдал товарищу, который собирает. Это он еще их пока даже не вытащил из багажника. Это орехоколы. Это орехоколы. В общем, такое, на самом деле, это больше место встреч. Пять книжки. Еще немного советского добра. Статуи. Вот эта штучка забавная. Сувениры стал. Я иногда в заброшках вот эти крышечки находил. Сами самоварочки ни разу еще. Вот эта штука тут все лето лежит, кстати говоря. Я ее еще в марте приходил, снимал. Никто не покупает. Так, ну а дальше начинается такое. Бабушки стоят, торгуют. По ним тоже можно, на самом деле, пробежаться. Ну, не по ним пробежаться. По лоткам пробежаться, посмотреть. Потому что есть а-ля профессиональные. А есть вот что-то такое. Вот в основном тряпки и шмотки. Но порой среди них можно найти какие-нибудь интересные часы. Хотя, на самом деле, я думаю, что происходит следующим образом. Вот эти вот специалисты, которые... Ну, вот то, что мы сейчас смотрели, которые условно антиквары. Они с утра самыми первыми проходят всех бабушек. Покупают все самое ценное. За бесценок и тут же у себя выставляют. Я думаю, что примерно такое. Во всяком случае, если бы я тут торговал, я бы именно так и делал. Так, здесь тоже ничего китайские ножики. Противогаз. Шахматы советские. Собачка милая. Так, и вот еще один. Тут как бы на рынке два островка, где, ну, условно, антиквариат. Да, это вот там в начале. Короче, чтобы понять, что торговец серьезный, это значит, что у него стол есть. Если есть стол, уже можно надеяться на что-то интересное. Тут хлам, здесь всякие инструменты, часики забавные. А часы работают вообще? Нет, по 50 рублей. По 50 рублей не работают, ага. Хотя нет, я ошибаюсь. Вот какая-то женщина с хламом и на столах. Тут вообще завалы, тряпья, смотрите. Вау. Все подряд. Тут одновременно и такие шапки зимние, и воротные петли. Даже мусорку, видите, используют как прилавок. Здесь полюбопытнее немножко. Машинки, статуэтки. Ножик интересный, настоящий. Не, made in KITAY. Прикольно. Классные штучки. Тут уж, наверное, тоже их собирает. 2 500. 2 500, немало. Так, еще один прилавочек. Чайка симпатичная. О, класс. Это прямо из моего детства. 70 копеек. Игорь, до сих пор у мамы где-то в шкафу такая лежит. Спутник. Спутник. Друзья, только те, кто постарше, знают, что это такое. И для чего ее искали люди, которые бьют татуировки. Прикольный градусник. Прикольный градусник. 2 90. Еще один интересный прилавочек. Здесь есть старые вещи. А, ну это уже тоже пару месяцев лежит. Сигнал АС-2М. Что такое? Что-то интересное. И прибалтийское. Какой-то фонарь, видимо. Радио. О, бритвы. Тоже какой-то прикольный. Это типа офицерский набор, я так понимаю. О, класс. Смотрите, какая штучка. Автомобили СССР. Выпуск первой, это книжка. Откроем. Москвич. Ой, тихо-тихо, не развалитесь. Это отдельные открытки. Вообще супер. Класс. Жигули, вот это и есть. А сколько такая штучка маленькая стоит? 300 рублей. 300 рублей. Забавная. Ну, сотни за девушку. Жигуальная. А этот ножик сколько? Полтора. А, ну он настоящий, да? Ну да. Часики работают? Да. А в ту... Все работают. А это ракет сколько? Без половины. Немало. Советские часы, что, дорого стоят сейчас? Ну, смотря какие. Ну, просто эти пореже, так скажем. Это... Как вам сказать? Ну, резко так. Не то, что там совсем нет. А этот что такое? Совет by Cosmos. 700 рублей. 700 рублей. Угу. Вахта называется 24 часа. Я понял. А, да, 24, прикольно. Ну да, да, да. Тут надо немножко разбираться с эферблатом. Ну да, сразу не поймешь. Не поймешь, что где стрелка какая-то. О, Монтана. Это прямо из оттуда? Да. Работает? Да. Ну, батарейку же подсела. А сколько стоит? 500. 500 рублей. Класс. Друзья, я не удержался. Купил книжицу автомобиля СССР. Сделал отдельный обзор. Прямо самому интересно, что там внутри. Но 200 рублей. Я думаю, оно того стоит. Класс.